Чтобы вам было просто проще и понятнее, я покажу все эти упражнения. Занимает примерно 15 минут каждый день. Если вы проснулись утром, вам не хочется вылазить из кровати, кровать достаточно жесткая, вы можете делать прямо непосредственно в ней. Если все-таки кровать мягкая, лучше спуститесь на пол, постелите себе коврик и на нем аккуратненько делайте эти упражнения. Старайтесь следить за дыханием, дышим мы максимально животом. Когда мы дышим животом, на вдохе живот округляется, на выдохе он втягивается. И мы зажимаем мышцы. Напомню еще раз, мы зажимаем луковично-губчатую мышцу. Это мышца входа, то есть так будто вы остановили мочеиспускание. И одновременно подтягиваем анус. Соответственно, у вас идет полное сжатие. И потом максимально все это расслабляем. Следите именно за ощущениями у себя внизу живота. Следите за тем, насколько у вас сжимаются мышцы. И постарайтесь здесь почувствовать тепло, чтобы вам было максимально приятно. Сейчас я вам начну показывать комплекс. Это всего лишь несколько упражнений. Итак, наше первое упражнение. Мы просто ложимся на пол абсолютно ровно и спокойно. Ноги ставим в упор, коленочки сгибаем. Руки кладем чуть-чуть ниже пупка на проекцию матки. И просто начинаем глубоко дышать животом. Стараемся максимально почувствовать тепло и сосредоточить свои ощущения именно здесь. Соответственно, на вдохе живот максимально округляем. На выдохе максимально его подтягиваем. Если для концентрации вам нужно закрыть глаза, вы можете это сделать. Второе упражнение. Мы напрягаем мышцы. Мы делаем вдох. Напрягаем мышцы максимально, насколько вы это можете. И с усилием сводим колени вместе. Вот таким вот образом. То есть вы должны чувствовать напряжение в бедрах и плюс зажатые интимные мышцы. Расслабляемся. И опять вдохнули, зажали мышцы и свели колени вместе. Расслабились. Еще раз покажу. Зажали интимные мышцы и свели с усилием. То есть у вас должно быть ощущение, как будто вы прям давите на них. Свели колени вместе. Отпустили колени, расслабили интимные мышцы. Дальше. Мы делаем глубокий вдох животом. И когда мы делаем вдох, мы максимально ягодицы прижимаем к полу. Соответственно, в тот момент, когда мы делаем выдох, мы наоборот бедра чуть-чуть подкручиваем вперед. И такое ощущение, как будто приподнимаем немножко таз. Как это выглядит? Соответственно, мы делаем вдох. Ягодицы ушли максимально вниз. Делаем выдох. Таз подняли чуть-чуть наверх. Опять делаем вдох. Выдох. Опять вдох. При этом у вас как раз будут неосознанно уже включаться интимные мышцы. Что мы делаем дальше? Мы поднимаем ягодицы максимально вверх. Такой условно мостик, насколько вам комфортно. Соответственно, мы подняли бедра, зажали мышцы, напрягли максимально все вот эти части, то есть бедра, ноги, сжали мышцы, расслабились, опустили таз. Опять поднялись, зажали мышцы, держим, расслабились, опустили. Соответственно, так у нас будет с вами 8 раз. Что мы делаем дальше? Мы ложимся. Смотрите, если вам удобно, ножки оставить согнутыми. Если нет, можете их немножко расслабить. То есть как вам удобно. Что мы делаем? Мы делаем глубокий-глубокий вдох животом. Соответственно, живот максимально округляем. После этого делаем глубокий выдох, зажимаем интимные мышцы и все вместе подтягиваем максимально под ребра. Отпускаем. То есть такое ощущение, как будто у вас вот здесь появляется ямка. Соответственно, как это выглядит целиком, без моих остановок на комментариях. Отпустили. Соответственно, в этот момент, если вы все правильно делаете, у вас внутри создается вакуум. Естественно, плотно зажатые мышцы. И плюс таз чуть-чуть как будто подкручивается на себя. То есть это момент, когда у вас условно все напрягается, настолько подтягивается, что таз чуть-чуть, как будто лобковая кость, чуть-чуть смотрит на себя. Что мы делаем дальше? Мы немножко поменем положение. То есть всем известная поза наездницы. То есть это как раз нам поможет укрепить мышцы в различных ракурсах и позах. Мы встаем в такое положение. Максимально напрягаем мышцы бедер. То есть как будто вы пытаетесь их сжать. И при этом делаем быстрые 8 коротких сокращений мышц. Именно коротких. Расслабились. Опять напрягли максимально бедра. И сделали 8 коротких сжатий. Расслабились. Естественно, вот это упражнение, оно дает очень хорошо прочувствовать, как работают ваши мышцы в другом положении. И, соответственно, эту технику можно очень хорошо использовать именно в сексе. Что мы делаем дальше? После этого мы делаем такое упражнение именно на сброс, скажем так, накопившегося напряжения. Мы ставим ноги друг к дружке и делаем бабочку. Вот таким вот образом. Максимально, с какой скоростью вам комфортно. И, соответственно, амплитудой не пытайтесь положить коленки на пол, если у вас не хватает растяжки. И, соответственно, после этого, у нас последнее с вами упражнение именно на расслабление. Мы вытягиваемся. Поза из йоги. Шавасана, если не ошибаюсь, называется. И начинаем максимально глубоко дышать, просто расслабляя наш организм. То есть, если вам дальше не на работу, в этот момент самое главное не уснуть. На этом...